Есть практическая технология примирения споров. Это медиация. Я как раз таки руковожу Центром, Сибирский Центр по технологии, который профессионально подготавливает медиаторов. Есть и другие способы урегулирования споров. Третьейское разбирательство, оно предусмотрено законом о третийском кредите. Я помню, что одна из статей этого закона власти, предусматривает возможность обращения в третийский суд в случае достижения согласия сторон договора. Но если говорить коротко, по словам одному мудрого банкира, в наше время выдавать кредиты в смерти подобно, а не выдавать, это означает верный связь. Дмитрий Николаевич, обратная связь с вопросами... Давайте рассмотрим следующий слайд. Здесь на презентации у нас изложенная в виде диаграммы проблемы российского общества, период кризиса. Как вы видите, сделан анализ, сравнительный анализ за период с января 2015 года по январь 2014 года, я говорится, по январь 2015 года. Здесь на диаграмме вы видите синим изложенные показатели прошлого года, начиная зачитывать сверху вниз потребительский кредит. В январе прошлого года уровень просроченной задолженности составлял 5,7% от купчего числа, вот спустя 7,2%. Дальше кредитные карты. Год назад 2,8%, спустя один год 5,4%. И так далее. Следующий показатель – ипотека. Как вы видите, доля просроченной ипотеки напротив снизилась. И, наконец, автокредит. Осталось неизмельное – 3,6%. Ну, как видно из этой диаграммы, наиболее область – это потребительские кредиты и кредиты по карте. Здесь уровень просрочки очевидно возрос, ощутивый возрос, и в целом на сегодня ситуация в экономике складывается так, что основная доля кредитов идет на погашение других кредитов. Посмотрите, пожалуйста, сверху, то есть, там, где Центрального банка Российской Федерации, где сказано, что на погашение долга идет 84% выгодных кредитов. Если исключить из этих операций ипотеку, то 92% выданных кредитов доправляются на погашение других кредитов. Это означает, что потребительское кредитование перестало стимулировать развитие экономики, к сожалению. И это означает, что экономика разобрается само по себе, потребительское кредитование само по себе. Крайне ненормальная ситуация с точки зрения здравого смысла. Что-то можно здесь изменить? Видимо, это и есть один из признаков кризиса, как явление. Это одно из негативных проявлений той склонной ситуации, в которой Россия оказалась в том числе из западных санкций и ряда проблем, возникших внутри России, о которых известно хорошо, о которых говорят специалисты.